И с нами на связи Наталья Попова, советник главы Харьковской областной военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. На Харьковщине из-за постоянных российских обстрелов снова людские потери. За сутки четверо погибли, 9 человек получили ранения. Вот о состоянии пострадавших, что известно? Насколько тяжелые травмы они получили? К сожалению, помимо погибших среди доставленных в больницу города и области, есть люди, которые... Наталья. Пропадает связь у нас. Попробуем восстановить сейчас. Напомню, что с нами на связи Наталья Попова, советник главы Харьковской областной военной администрации. Да, Наталья, продолжайте. Да, к сожалению, помимо погибших у нас есть люди, которые получили крайне тяжелые ранения. Это мужчина, который получил ампутацию двух нижних конечностей, тяжелые осколочные ранения грудной клетки, легких. В принципе, на данный момент все пациенты стабилизированы, но насколько длительным будет период восстановления этих людей, на данный момент говорить рано. Ну вот еще и медики скорой помощи попали под обстрел в Чугуевском районе, да, когда ехали на вызов. Чем эта история закончилась? Они ехали на вызов, насколько, собственно говоря, Центр экстренной медицинской помощи сам докладывал, к раненной. И в этот момент рядом с ними начали разрываться снаряды. К счастью, среди бригады, то есть водителей, двух медиков, пострадавших не оказалось, пострадал лишь автомобиль. Ну, автомобиль мы заменим, купим новый, даже этим наших медиков не запугать. Вот в результате обстрела в поселке Аслатино серьезно поврежден газораспределительный участок. Сколько людей остались без газа и есть ли шансы его отремонтировать в ближайшие дни? Все будет восстановлено. На данный момент, вот сегодня общалась с представителями военной администрации, которые сообщили о том, что абсолютно все участки до конца отопительного сезона будут, до начала отопительного, извините, сезона, однозначно будут восстановлены, но скорее это произойдет в ближайшее время. Вот позавчера оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковскому педагогическому университету. Разрушения там просто огромные. Сколько всего за время полномасштабного вторжения было разрушено учебных заведений на Харьковщине? Я буду говорить вам цифры, которые касаются и подконтрольных, и неподконтрольных временно нам территорий. Если мы говорим о высших учебных заведениях, то получили повреждения, либо разрушены полностью корпуса в 38 высших учебных заведениях. К сожалению, яркие примеры это тот же университет Сковороды. Это еще когда 1 марта был нанесен ракетный удар по областной администрации. Это выбиты стекла и частично повреждено здание университета Каразина. Полностью был через несколько дней разрушен корпус факультета международных экономических отношений университета Каразина. Если мы говорим о школах, то на территории всей области частично повреждены, либо, к счастью, в меньшей степени по количеству полностью разрушены 223 учебных заведения. Из них 117 находятся на территории города. Это частичные повреждения. Дай Бог, сможем восстановить несколько из них, разрушены полностью. И что касается дошкольных учебных заведений, это садики, то если мы говорим про город, это, если мне память не изменяет, порядка 100 садиков. И если мы говорим про всю область, с учетом города, это 177 на сегодняшнее число разрушены или получили повреждения садики. Даже по этим цифрам все полностью и целиком понимают, что орки, россияне, они могут уничтожать только то, что они понимают. То есть учреждения, которые дают знания. Видимо, они учились. 177 садиков, наверное, отчитались, да, 177 военных объектов уничтожили. А что они еще могут? Вот такой вопрос еще. Харьковский областной логистический центр ежедневно передает в общину около 80 тонн гуманитарной помощи. Больше всего это продукты питания. Какие населенные пункты особо остро ощущают нехватку необходимого? Пожалуй, самые тяжелые районы, конечно же, это у нас там Изюмское направление, Барвенково, Золочев. А также то, что касается регионов, районов. На, наверное, юго-западной части нашей области это районы, которые приняли самое большое количество переселенцев. Это тысячи, это десятки тысяч переселенцев. Эти районы, собственно говоря, исходя из запросов местных администраций в соотношении по возможности доставляются из этого логистического центра гуманитарная помощь. Если мы говорим о таких районах, как Изюм, то сегодня буквально вот видела там публикацию, знаю лично человека, которые смогли доставить пусть и небольшую, но партию гуманитарной помощи в Изюм. Какими путями это делается, лучше не будем говорить, пусть это будет тем небольшим, но все-таки успехом людей, представителей администрации, волонтеров, которые это делают. Если мы говорим о более... Изюм все-таки самое сложное направление из более таких доступных регионов, это там Балаклея, Купенск, то так или иначе частично удается какими-то тропами завозить гуманитарную. Конечно, к сожалению, это не те объемы, в которые нуждаются наши районы, но как только наша армия освободит эти районы, люди получат всю необходимую помощь в полном объеме. Наталья, спасибо вам огромное, спасибо волонтерам, которые, рискуя жизнью, все-таки привозят эту помощь людям. Спасибо. Я напомню, Наталья Попова, советник главы Харьковской областной военной администрации, была с нами на связи.